К двадцати пяти годам у меня было три девушки. Я считаю только тех, с кем действительно серьезно встречался на протяжении года, а то и больше. В общем и целом, каждая из них была хорошей, но каждый раз что-то шло не так. С первой разошлись мирно. Просто вдруг осознали, что дышим разным воздухом. У второй иногда вырывалось, что бывший делал что-то иначе, чем я. Неприятно было, если честно. А третья так и вовсе ушла к бывшему после небольшой ссоры. Я понимал, что они взрослые люди и вправе поступать так, как им хочется. Кроме того, у каждого из нас уже был определенный багаж. Прошлое, которое не сотрешься тоном и не выбрать в мусорное ведро. Я не против опыта как такового, но меня напрягали эти разговоры о бывших. Почему-то мне казалось, что партнер без бывших будет лучше ко мне относиться, не станет сравнивать с кем-то. И действительно, мне посчастливилось встретить девушку, которая в двадцать один год не могла похвастаться опытом отношений с мужчинами. Это и правда, очень приятно быть первым. Она, по сути, берегла себя для кого-то особенного. А этим особенным оказался я. Родители Дианы – интеллигенты в третьем поколении. Сдержаны, эрудированы. Одним словом, примерная семья. И девушка тоже была достаточно скромна. Я был безмерно рад, что Диана ответила на мои ухаживания. С ней все было как-то иначе. Проще и приятней. Наши интересы совпадали, и это сближало нас еще больше. Примерно через год я понял, что готов принять ее в свою жизнь навсегда. Сделал предложение и стал мужем прекрасной девушки. Она как раз окончила учебу, вышла на работу. Женский коллектив – это то еще испытание для психики, а для человека, который привык все вопросы решать спокойно и взвешенно и подавно. В первое время жена приходила с работы очень утомленной. Дашка снова замуж выходит третий раз уже, а ей еще и тридцати нет. Но говорит, что увидела этого своего нового и ни о чем больше думать не могла. Сбежала от мужа. Только денежку прихватила, назвала это компенсацией за выполнение обязанностей жены. Знаешь, тебе нужно поменьше общаться с этой Дашкой. Я решил, что подобная личность может оказать плохое влияние на мою жену. Ну а с кем же общаться? Вон Аленка каждый день домой с работы на машине уезжает. У нее несколько ухажеров. Забирают ее по очереди. И как они только не встречаются, ну не пойму. Она четко контролирует, кто, когда и куда с ней идет. Ну прямо логистика, а не отношения. Зато на день рождения три подарка минимум. Я отметил, что последние слова Диана говорила с каким-то даже удовольствием или завистью. А есть кто-нибудь нормальный там у вас? Да, Таня. У нее только муж и любовник. И все. И даже разводиться не собирается. Что это для тебя нормально? Да при чем тут я. Для них нормально значит нормально. Ну а серьезные женщины есть? Я спросил с надеждой. Да. Марина Дмитриевна. Ей 54. Вот. Вот с ней и дружи. Да ладно, не думай, что все так плохо. Из всего коллектива только те трое. Ветренные. Остальные обычные. Я пошутила. Почти год прошел с того времени, как Диана начала работать на том месте. А у нас в семье все как-то разладилось. Куда-то делись разговоры по душам, вечерние посиделки в обнимку перед телевизором, которые до того так любила жена. У нее прибавилось работы и возвращаться домой она начала значительно позже обычного. Все переработки, естественно, оплачивались. Поэтому Диана стала позволять себе больше украшений, красивой обновки, иногда приносила домой дорогие вина. И все это за те деньги, которые получал молодой специалист с годом стажа. Верите? Нет? А я верил. Все сказки принимал за чистую монету. Что два-три часа после конца рабочего дня сидит за бумагами, а ей потом раз и столько денег, чтоб на золотые серьги хватило. Макияж становился ярче, юбки короче, а я списывал все эти изменения на позднее взросление. Не, ну а что, она все детство и юность сидела за книжками и занималась скрипкой. Не ходила на дискотеки и мало общалась с ровесниками. А теперь попала в большой мир социума. Но почему же ей не изменить свои взгляды на некоторые вещи? Да и я был доволен ее новой внешностью. Она умело подчеркнула свои достоинства и стала еще более привлекательной для меня. Хотя на тот момент она была бы для меня неотразима даже в пакете из супермаркета. Слепой от своей любви я молча жевал то, что она клала мне в рот. Много работы, схожу с девчонками на кофе, начальник вызвал в субботу. Это звонок с работы в десять вечера. Но вот когда она навела полный марафет и сказала, что переночует у мамы, я вдруг понял, что что-то не так. Зачем ночевать у мамы? Мы не ссорились, никто там не болен, мать не уехала, чтоб нужно было поливать цветы или выгуливать этого храпящего мопса. Так зачем же ни с того ни с сего ночевать у мамы? Да еще и в полном макияже с ресницами до бровей и новым маникюром. Я, конечно, очень огорчился, но сделал вид, что все в порядке. А как только за Дианой закрылась дверь, я сразу же набрал ее матери. Теща вообще ничего не знала и ничего не поняла. Ну как можно быть такой глупой? Если она не придет к матери в ближайший час, я просто разочаруюсь в ее умственных способностях. Накраситься, вылить на себя ведро духов и объявить, что идешь к матери. Действительно, скрывалась нехватка опыта в отношениях и вскрытии преступлений. Я позволил себе закурить прямо в комнате. Выпускал в потолок белые облака дыма и медленно свыкался с мыслью о том, что моя жена принадлежит не только мне. Да, я был счастлив, когда встретил ее, когда узнал, что она ждала именно меня. Но в тот момент я понимал, что уже не в первый раз она бежала к кому-то другому. Сопоставляя факты, я вдруг понял, что уже давно запутался в ее лживых словах. И сам виноват в том, что она плетет мне сказки. Ведь я позволил себе поверить в регулярные задержки на предприятии, в работу по субботам и то, что она могла себе купить такие украшения. Я решил все проверить. По возможности отыскать чеки на драгоценности или их упаковки с указанием магазина, количество грамм и прочим. Я сел за письменный стол и открыл несколько ящиков. Среди набросанных бумаг надеялся найти хоть что-то. Потом захотел загуглить и посмотреть примерные цены. А когда включил компьютер, вспомнил, что могу легко зайти на ее страничку в социальных сетях. Все пароли были сохранены. И мои, и ее. Я включил сообщение и обомлел. Нашел несколько свежих диалогов. Два парня выглядели лет на 30, не больше. Один мужчина был значительно старше, около 55. Я старался взять себя в руки и логично мыслить, но ощущение было паршивым. Колесико мышки скользило вверх, и я узнавал все больше нового. В тот день она договорилась о встрече с одним из юных кавалеров. Тот мужчина писал, что его жена в отъезде и квартира свободна на несколько дней. Диана ответила, что не вырвется дольше, чем на одну ночь, иначе будет подозрительно. Вот уж да. Но нет у человека понятия, как нужно скрываться. Оно и хорошо. Я как можно раньше узнал о ее настоящей личности, подлой и мерзкой. Наутро ее ждали чемоданы в прихожей. Ты бы хоть мать предупредила, что ночуешь у нее? Или придумала что-то более реальное? Прости меня, я не хотела тебя обижать. Ты отличный, ты просто прекрасный муж. Но только представь, что чувствую я. Вокруг столько народа, столько развлечений, столько удовольствий. А я уже причалила и могу только смотреть издалека. И да, я поняла, сколько потеряла. Когда сидела за книгами, когда гуляла с тобой за ручку, когда отказывалась знакомиться за чашечкой кофе. Я же молодая и красивая. Это когда-то закончится и тогда уже я смогу стать такой женой, о которой мечтают мужчины. А сейчас я хочу быть той женщиной, которую желают мужчины. Прости меня, если сможешь, но у меня есть много возможностей и поводов для удовольствия. Позволь же мне его получить. Я молча слушал и кивал. Порой мне казалось, что я уснул в кинотеатре и пропустил самую важную часть фильма. Фильма про свою судьбу. Диана ушла. Просила прощения, но даже не пыталась уговорить меня принять ее назад. Вот тебе и девушка без опыта. Она не догуляла, не дотанцевала, не довлюблялась, не допела и много еще этих не до. Нужно признаться, что моя методика дала сбой. Нельзя стать счастливым с девушкой, которая ничего еще в жизни не видела. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу открыть свое сердце кому-нибудь снова. Это будет очень опытная, целеустремленная женщина, которая точно знает цену простому и тихому семейному счастью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok